Тогда вы полюбите всем сердцем вот эту божественную травку. Нюансы в виде кротов. И вы такие, бау, это картинка моей мечты, да, еще лучик солнца падает прекрасно. Но я скажу в двух, в трех словах, что в лесу газону просто не бывать. Мы за свой многолетний опыт пришли к хорошему проверенному рецепту. Рецепт этот вызывает некоторые споры иногда. 12 нормально, а 15 вообще хорошо. Если вы посмотрите, сколько стоит мятлик в интернете, вы будете неприятно удивлены. Сейчас такие, а мы учились на курсах и там писали, что там медведка или кроты заведутся. Я все сказал. Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся на нашем объекте, который был реализован несколько лет назад. До сих пор он не до конца заселен. Здесь еще проводятся отделочные работы. Но сад уже своих постояльцев радует каждые выходные. И мне хотелось бы сейчас поговорить про ту единицу сада, которая требует на самом-то деле постоянное включение, постоянное внимание. И это, конечно же, газон. Именно он в саду является самой многоуходной единицей. К сожалению, большинство пространств без него не обходится. Но, тем не менее, именно он требует покос, полив, внесения удобрений, работу с сорняками, чтобы он был чистенький, аккуратненький. Где-то что-то может пойти не так. Например, этой весной из-за того, что зима была не очень стабильная. Где-то количество осадков в виде льдов, снегов оставалось достаточно долго. Газон, ну, относительно не быстро пришел в свое нормальное состояние. Где-то потребовалось прочесать побольше, где-то там проскорифицировать, проаэрировать, неоднократно внести удобрения, повторно внести удобрения, покосить, прополоть. И вот сейчас мы можем наблюдать его в достаточно таком изумрудном, отличном состоянии. Но, цель нашего выпуска, как и всегда, развеять какие-то мифы, сделать небольшие сравнения и поговорить в целом о том, как формируется пространство. Наши дорогие ландшафтные пространства. Акцент на слово дорогие. С нынешними ценами, к сожалению, это так. Так вот, самый главный такой сравнительный эффект имеют словосочетание рулонный газон и газон сеянный. Что же выбрать? Задаетесь вы вопросом. И мы в том числе тоже когда-то задавались, ставили много экспериментов, наблюдали, созерцали, сравнивали, в том числе экономические. И пришли к выводу, что в больших пространствах, в садах, газон рулонный это несомненный фаворит. Я так быстро забежал вперед, но, чтобы вас не томить, сейчас я буду перечислять определенные плюсы рулонного газона. С точки зрения экономики, качества выполнения работ и, собственно, вообще дальнейшего результата. Одно из заблуждений и достаточно таким нередким поисковым запросом является, как часто нужно менять рулонный газон. Друзья, давайте поставим точку над И и над рулонным газоном тоже, что сеянный, что рулонный газон имеет одинаковое происхождение, одинаковую природу. Просто рулонный газон, он привозится уже в готовом состоянии, скрученный в такие ролики, где часть есть дерна, собственно, грунта и корневища, и часть зеленой массы. Рулонный газон выращивается в условиях больших пространств, полей, производств, где очень четкая технология европейская, где поливы, где обработки гербицидами. И, собственно, мы имеем возможность привезти идеальный вот такой прям рулон, постелить его, с его собратьями шовчик к шовчику и через две недели наслаждаться результатом. Соответственно, когда мы используем рулонный газон, делается подготовка грунта, само собой делается выравнивание. Но за счет того, что у него есть небольшая дернина, он вот эти поверхности, какие-то маленькие камушки, там, если вдруг попались или слежавшийся грунт, он легко нивелирует. И создается вот ощущение просто такого мягкого ковра, которым пользоваться уже можно там по окончанию месяца после укладки, собственно, и произведения всех работ. То есть, как вообще устроен весь процесс от и до? Готовятся основания, закладывается система автополива. Почему они закладываются? Мы говорили в прошлом выпуске, и сейчас я маленькую ремарочку дам. Ведь вручную, равномерно, однородно полить большие пространства газона просто нереально. Ни с шлангом, ни с форсунками, которые переставляют с такими разбрызгивателями. То есть, здесь должна быть забалансированная подача воды в виде орошения точного по времени, по осадкам, по количеству и поливать газон. Где-то здесь будет ссылка на выпуск про автополив, но, тем не менее, нужно понимать, что поливать газон нужно достаточно редко и обильно, чтобы корневая система стремилась вниз, а не была где-то сверху. Тогда у вас ничего не будет пересыхать, и тогда вы полюбите всем сердцем вот эту божественную травку. И здесь это с нубдогом. В общем, рулонным газоном мы экономим время, балансируем, нивелируем пространство и, собственно, получаем готовый результат, за которым нужно в дальнейшем просто ухаживать и срок годности рулонный газон не имеет. То есть, постелили, качественно поливаем, качественно обслуживаем, наслаждаемся, ну и не забываем косить практически каждую неделю. То есть, вот, с косилочкой, либо работник, либо вы сами, но будьте добры, если его запускать, он начнет, конечно, выпадать, колоситься, и ничего хорошего с этим не будет. Про основания мы поговорим чуть позже. Сейчас хотелось бы вот такую сравнительную таблицу наглядную сделать с сейным газоном. Итак, сейный газон, он вроде бы достаточно экономичнее, на квадратный метр купить семена гораздо дешевле. Эти 2-3 года сейный газон будет требовать к себе максимальное внимание в дополнение к тому, что может требовать тот же самый рулонный. То есть, рулонный косим, поливаем, удобряем, а сейный еще подсеиваем, потому что где-то что-то смыло осадками или поливом, где-то какие-то наглые вороны утащили семена, где-то кошка, там какая-то собака порыла, там что-то закопала, потому что, в принципе, открытый грунт, на котором прорастают вот эти семена. Не полили в какой-то жаркий день, который вот у нас сейчас в июле, в принципе, каждые сутки нас радует такая повышающаяся температура. Он пересох, завял, погиб. Опять, что-то надо сделать. Плюс, мы вспоминаем, что есть те самые агрессивные сорняки, которые хоть на асфальте расти. И здесь они, конечно же, проявляют себя в полной мере. Растут быстрее, чем газон, всякая лебеда, там, мосока какая-то там непонятная, колючки и прочее. И с ними нужно бороться. Бороться вручную, ну, достаточно тяжело. Тем более, еще у нас семена всходят, здесь тоже, да, потоптались где-то, что-то там замяли, не очень удобно. Обычно как поступают? Вот посеяли, застелили геотекстилем, либо там замульчировали песком или торфосмесью, грунтом, разных технологий, куча. На этом не будем сейчас останавливаться. Но он зашел с сорняками, первый покос, второй покос, третий покос, подсеяли, там, еще что-то сделали, удобрили. И вот у вас получается такой достаточно сельскохозяйственный микс, я бы это назвал, из разнотравия. Я ничего не имею против такого микса в определенных условиях. То есть, например, у моей бабушки в деревне, у нее прекрасный просто газон, который дедушка всегда косил триммером под ноль. И просто это реально равномерный какой-то, не знаю, потрясающий ковер, который еще и цветет, потому что там есть клевер, маргаритки, еще что-то. И все это выглядит прекрасно. Но это не всем угодно, да, все хотят английский, партерный, троинка к троинке. И здесь вы начинаете борьбу. Борьбу вручную, как я уже говорил, делать очень сложно, поэтому в ход идут гербициды. Гербициды делятся у нас на два вида. Сплошного действия, который сожгут все. И избирательного действия, которые работают, если я не ошибаюсь, на двудольный, соответственно, на газон они никак не влияют. А вот всякие сорнячки мигом растворяют. Ну как мигом? Опять же, вы полили, обработали точечно или обильно. Пошел дождь, смылось в землю. Что-то не сработало. Давайте еще раз, еще раз. О, начало завидать. Хорошо, надо еще раз повторить. Третий, четвертый, пятый раз. А вот эти избирательные гербициды, так называемые, они, к сожалению, не разлагаются в почве. Они просто копятся и копятся годами. И тут мы раз, смотрим, а у нас липа скрутила листья или сирень, или рябина. Ну, чаще всего лиственные деревья, кустарники, они как раз-таки очень таким являются открытым маркером по накоплению и по действию гербицидов в земле. Бывает так, что вы обрабатываете, а где-то вот, исходя из вертикальной планировки, в углу страдает одно милое растение. Стоит и плачет, скрутив листья, а на следующий год раз и погибло. И вы такие, типа, а что с ним случилось? А у вас просто накопилось. Накопилось у вас злости от того, что вы эти манипуляции постоянно делаете. Накопилось в земле много гербицидов от того, что вы их льете. Поэтому достаточно сомнительно с точки зрения экологии. Хотя надо отметить, что эти же самые гербициды в полях, где прорастают и производятся рулоны газоны, используются в полной мере. Поэтому мы можем получить у себя на участке при укладке идеальный газон. Но это происходит там, с этим ничего не поделаешь. И это для вашего участка исключительный плюс, потому что к вам приезжает чистый рулон с газоном. Следующий момент по сеянному. Сеянный он сеется в грунт, как бы это странно ни звучало. И здесь вот, если вы грунт привезли, торфосмесь там или какие-то плодородные субстраты с небольшим содержанием камушков или каких-то вот слежавшихся, скомкавшихся частиц органических, они так и будут у вас валяться. То есть это постоянное какое-то непонятное пространство, которое нужно, опять же таки, замульчировать песочком, записковать, там что-то подровнять. И опять же это труды дополнительные, дополнительное обслуживание. Единственным, наверное, плюсом я отмечу у сеянного газона, это то, что он прорастает, так как у него тяга к жизни в семени гораздо больше, чем у ленивого рулонного газона. Он прорастает практически всегда и везде. И, к сожалению, этим пользуются застройщики. Вы часто, скорее всего, видели картинки в интернете или картинки недвижимости, там на Авито, на Юле, где угодно, на Циане, когда продают дом свежепостроенный и вокруг вот эти изумрудные луга, а дом находится, например, где-нибудь там чуть ли не на опушке леса. И вы такие, вау, это картинка моей мечты, да, еще лучик солнца падает прекрасно. Здесь вот эти вот всякие там сосенки корабельные качаются после рубки и стройки на одном корневом волоске. И вот этот вот вау-эффект создается за счет как раз сеянного газона, который сейчас имеет тягу к жизни, потом она у него угасает и буквально через пару месяцев, максимум через год он просто дохнет. Об этом можно снять отдельный выпуск, но я скажу в двух-трех словах, что в лесу газону просто не бывать, к сожалению или к счастью, но это факт. То есть в теневых местах любой газон не растет. Если рулоны вы привезли и положили, он тупо умер, то сеянный сначала вот так вот, как спичка, да, своей зеленью вспыхнет и угаснет ровно так же. Не покупайтесь на вот эти вот красивые странные картинки риэлторов, потому что они, к сожалению, не жизнеспособны. Итак, если в совокупности посмотреть труда, энерго и финансы затрат, то как будто бы в моменте рулонный газон, он кажется дороже. Но это на самом деле так в моменте, потому что рулон определенных денег стоит, работы там по укладке и прочее. Но если мы делаем сеянный газон не по душману, разбросав семена клевера и какого-нибудь там непонятного сорта, там овсяницы, луговой, чем-то еще и забыли, как я сейчас сделал у себя на даче, пока идет стройка. Это, ну, хороший вариант, да, типа смесь газонных трав и седиратов, почему бы и нет, пока там рабочие туда-сюда ходят. Но потом, все-таки, да, если вот мне нужна лужайка, должна быть аккуратная, качественная и, самое главное, ровная. Вот, и здесь вот на такой вот лонг тайм, если разделить сеянный газон и все по технологии делать, конечно, он выходит либо так же, либо чуть дороже даже. Потому что, особенно если вы будете там пользоваться услугами специалистов различных и вызывать и оплачивать выезды, это выйдет в копеечку. Есть регионы в России, например, Калининград, где рулонного газона просто нету. Есть Иркутск, куда там ближайший рулонный производитель газонов, там, не знаю, в полторы тысячи километрах и надо везти рефрижератором. И это обходится в огромные деньги. Да, там наши коллеги, как могут, исхитряются, все делают, хорошо. Но это требует трудозатрат. Поэтому, прежде чем делать выводы, просто посчитайте экономику, что проще и что легче. Но, несмотря на то, что сеянный чуть, может быть, быстрее всходит, а рулонный чуть имеет такую более сложную систему адаптации, которую там нужно тоже не пропустить. И когда вы уложили газон, там, поливать, чтобы влага заставилась, чтобы он там не был никаких воздушных карманов, шовчик к шовчику и все, чтобы там края не подсыхали и прочее. Основание у них плюс-минус должно быть одинаковое, потому что, по сути, это все одно и то же. И, кстати, опять же, если говорить про сорта, сеянный газон обычно продается в мешках, где там, я говорю, райграсс, овсяница и много чего намешано. Там есть какой-то лилипуд, есть какой-то теневой, есть какой-то солнечный и прочее. Но, по факту, это тоже такая интересная разнообразная травосмесь, иногда растет кочками, потому что есть особенности, там, у такой злаковой травы поступать в перспективе именно так. А другая, например, вообще выпадает. Это жестче, это мягче. Рулонный газон, он состоит, тот, который используется на наших объектах, из четырех сортов мятлика. Соответственно, если вы посмотрите, сколько стоит мятлик в интернете, вы будете неприятно удивлены, потому что посеять несколько, там, десятков или сотен квадратов чистым, хорошим, свежим, самое главное, смотреть срок годности, мятликом, ну, будет прямо-таки тоже в копеечку обходиться по сравнению с теми мешками, которые продаются вот для общего потребления. Так вот, основания. Есть много технологий, много обсуждений, много споров и, соответственно, как итого разных оснований. Начиная от чистого песка, заканчивая глиной, на котором, кстати, рулонный газон в производстве-то и выращивается, потому что глину легче срезать в рулонах, но там мы понимаем, что цикл достаточно небольшой, потом он приезжает, и здесь мы должны подготовить почву. Кстати, любопытный факт исторический. Я застал то время, когда рулонный газон выращивался при помощи таких вот сеток, нитей лескоподобных, лесковидных, именно в теле самого вот этой дернины. То есть на производствах, на полях закладывались огромные площадя и вот эти сетки, на них сеялось, все там выкашивалось, удобрялось и производился рулонный газон, который приезжал на объекты. И вот чтобы порезать его, нужно было приложить огромные труды, потому что эта леска нифига не резалась. Сейчас-то быстренько, простенько, чик-чик-чик, и все готово. А тогда и все вот эти обрезки мы всегда вывозили на помойку в контейнерах, потому что даже если это в куче все перегниет, все равно оставались вот эти какие-то синтетические волокна, и использовать это как перегной не было возможным. Сейчас же, слава богу, есть вот эти экологичные более-менее технологии, когда именно на глине все это выращивается. Итак, возвращаемся к основаниям. У нас сегодня много отсылок, тема такая накипевшая, поэтому про основания. У нас много было и экспериментов, много наблюдений. Я видел газон, который растет на реально очень супещаном грунте. Я видел газон, который растет на песке. Но там, где он рос на песке, там использовалась система такого гидропонного, можно сказать, полива. То есть, когда удобрения постоянно-постоянно поступают. Потому что песок все-таки это такая субстанция, которая никаким питанием для газона в принципе не обладает. И вот эти все микроэлементы и удобрения нужно вносить постоянно. Вот. Есть газоны, которые, я знаю, выращиваются в садах уже, укладываются на торф. С замешиванием там песка и без замешивания. Где-то он желтеет, где-то он подгорает. Я знаю, готовят глину иногда прямо вот в садах и тоже на глине выращивают. Ну, реально, очень много наблюдений. Все зависит от ухода. Но мы за свой многолетний опыт пришли к хорошему проверенному рецепту. Рецепт этот вызывает некоторые споры иногда. У грибов в том числе. Нет. Рецепт этот вызывает в том числе какие-то необоснованные споры в интернетах. Я часто сталкивался с различными мнениями. Но вот, как видите, работает. И причем по этой технологии примерно с 2014-2015 года у нас уложено, я не знаю, километры квадратные тысячи газона. И все везде хорошо. Если есть, опять же таки, грамотный уход и более-менее какой-то хотя бы глаз да глаз. Можно так говорить? Нос да нос. Губ да губ. Скажет, что за crazy man? Глаз да глаз говорит, йоу. Просто, знаешь, тут такая шапка-ушанка просто и мне 70. Да. Где-то ногтей насыпал в комментариях. Видел эту штуку, да? Когда скобочки ставят и молодежь говорит, типа, ногтей насыпал. Насыпьте ногтей, пожалуйста, нам в комментариях, если выпуск понравился. Наш проверенный рецепт газона, точнее основание под него. Это, во-первых, правильная подготовка материнского грунта, если есть возможность посеять сидираты, пока идет стройка, год, два, три. И скашивать их, культивировать и готовить почву, которая у вас под ногами, это супер, это круто, это реально избавляет от сорняков, это улучшает проницаемость, структуру. Особенно, если мы говорим про Подмосковье, где у нас либо суглинок, либо глина. В лучшем случае песок, это вот раменское направление, там, юго-восток, частичка Кратова, там, ну, вот эти места и там, не знаю, да и все, наверное, Егоревск чуть-чуть. Коломна. Сейчас все города вспомнили по тому направлению, где есть песок. Соответственно, если нет такой возможности, то нужно посмотреть вообще, в принципе, из чего у вас состоит грунт под ногами, если это какой-то свежий поселок. Не исключено, что там всякие кирпичи, бой, бетон и прочее, чего можно было на районе по-дешевому собрать и отпланировать территорию. Сверху присыпать черноземом, так называемым, рязанским, и там посыпать немножко вот этих газонных трав. Вот, поэтому внимательно относимся к тому, что у вас есть, обязательно делаем правильную черновую вертикальную планировку, то есть разуклонку от того объекта, от которого нужно отводить воду. Соответственно, в ту сторону, в эту сторону, неважно, смотрим проект, изучаем его и делаем так, чтобы у вас не было застоев воды на территории. Даже там, если у вас есть какая-то техника, если у вас там где-то что-то промяло, вы должны понимать, что в этом материнском грунте, как бы вы сверху не выравнивали пространство, все равно будут застои воды, то есть вы должны влагу эту правильно отводить. Следующий момент. Если мы опять же таки говорим про глину или суглинок, мы используем тонкий, тонкий, небольшой, выравнивающий, дренажный слой из песка. Почему? Потому что! Почему? Потому что! Сейчас такие, а мы учились на курсах и там писали, что там медведка или кроты заведутся. Никто там не заводится. Мы в следующем выпуске будем рассказывать про геопластику, про холмы, которые из глины, из песка на нашей практике создавались. И вот в песочных холмах никто до сих пор не поселился. А вот в глиняных, посмотрите, пожалуйста, следующий выпуск и удивитесь, кто там живет. Я сам зашел, мне в печень ножик не пырнули. По глине мы делаем легкий такой дренажный слой песка, буквально там 5 сантиметров, который трамбуется очень хорошо. И является некой прослойкой между плодородным субстратом, который идет дальше, и материнским грунтом, который уже существует. Соответственно, дальше также с утрамбовкой, но не у сердца, то есть, пожалуйста, сделайте это аккуратно и нежно. Делается, ну, опять же, в реалиях Подмосковья это торфосмесь, где примерно 40-50 торфа, немного серой земли и песка. Если нет серой земли, нормальный, проверенный, то заказывается просто торфосмесь с преобладанием песка. Почему? Потому что грунт должен быть проницаемым. Газон боится вот таких вот застоев влаги, и ему нужно как-то развиваться, как-то питаться. И что же вот будет с ним, когда он упрется в эту песчаную прослойку? Да ничего с ним не будет, потому что вот эта песчаная прослойка, она достаточно пористая, но при этом она утрамбована, как мы уже с вами выяснили. И она служит отличным таким методом отвода воды, когда в первые дни, в первые недели мы заливаем газон. А заливаем мы его поначалу достаточно обильно, прям как рисовое поле, чтобы вода стояла. И когда эта вода сходит, она должна отводиться правильно и аккуратно. То есть мы полили при укладке там из шланга, из чего-то прям, залили его, и она потихонечку отходит. То есть у нас нет замокания корневого слоя в тот момент, когда идет полив и укоренение. Соответственно, через год-два-три, ну через год нет, ну через два-три, мы делали вскрытие и смотрели, что уже стало с этой песчаной прослойкой. Она потихонечку уходит точечно в глину, в суглинок, который у нас есть, и забивается органическими остатками от вот этой торфосмеси, от жизнедеятельности газона. И, собственно, ничего никуда не проседает, ничего плохого с этим не происходит. Будет корневая, пронизывающая вот эту нашу плодородную подушечку, дальше, спокойно, уже набравшись сил, уходит в суглинок или в глину. А если вы, тем более, подготовили это сидиратами и немножко, может быть, там песочка добавили и закультивировали, как это тоже, в принципе, возможно. С легкостью, набравшись сил, корешки пробиваются и там корневой слой, вот этот 30-40 сантиметров, он вполне себе заполоняется газоном. Так что там по слоям? Если про песок я уже говорил, что это примерно 5 сантиметров плюс-минус до утрамбовки, после утрамбовки это там, ну, в среднем 3-4. То по плодородному субстрату это после утрамбовки должно быть, ну, в районе 15 плюс-минус, для того, чтобы, как я уже говорил, газон нормально себя чувствовал, не пересыхал. Здесь еще важно, опять же-таки, вспомнить про полив, про внесение удобрения сезонное вовремя и прочее. И вот этот вот грунт таким является переходящим звеном к материнскому, собственно, все развивается, все нормально, вообще радует всех, но есть нюансы. Какие нюансы? Нюансы в виде кротов. Вот достаточно такая серьезная проблема, которая есть на газоне. Создается готовый сад, привозится жирный, мощный, плодородный субстрат, грунт с червячками, с какими-то там, может быть, насекомыми. А даже если их там не было, то они с радостью в наш прекрасный экологичный сад поступают, появляются. Тут же начинается какая-то активная жизнедеятельность, к которой привлекаются наши слепые, широколапые товарищи. Они-то и начинают питаться, к слову, не корнями растений, а как раз всякими там червячками, падалью и прочей вкусностью, которая может оказаться здесь. Плюс грунт достаточно свежий, легко роется, и вот, пожалуйста, добрый вечер. Целое семейство у вас образовалось на объекте. Что с этим делать? Очень частая история, давайте бабахнем противокротовые сетки. Я, честно, не разделяю эту историю по многим причинам. Первая причина – это я, а вторая – все мои друзья. Четвертая, а я третью пропустил. Так, у нас сегодня не получилось, как в тот раз. Не вышло. Нету магии. Понимаешь? Ладно. Первая причина. Напойте, пожалуйста, за меня. Первая причина – это крот. Он все в рот берет, да в рот. А? Не в ту сеть пошел. Да, да. Ну, крот-то он такой. У него видел, глаз нет, зато рот большой. Первая причина – это… А про что я говорю, кстати? Какие причины мне надо знать? Я что-то на рот отвлекся и… Первая причина – это глубина залегания сетки. И она у меня вызывает сомнения, потому что, если положить глубоко, чтобы она не мешалась, то крот сверху забежал и такой – спасибо, дура. Я здесь все разворошу, как это в меме было. Если мы кладем ее прямо под газон, то спустя время, как любые народные предметы, легкие, пластиковые, они начинают местами где-то что-то торчать, что-то у нас как-то все не очень красиво. Плюс мы вспоминаем про обязательную весеннюю процедуру – это скарификация и аэрация. Когда у нас скарификатор специальный ножами подрезает дернину, стимулирует корневые все наши дорогие волоски и вообще, в принципе, дает доступ воздуху, влаге, питанию. Но это обязательная процедура. Как она уживается с сетками, которые лежат на глубине нескольких сантиметров, я не понимаю, потому что все это разрубается и какой смысл. При том, что положить сетку в сад, вот, примерной площадью, да, как здесь, это будет стоить, ну, там, процентов, наверное, 30-40 минимум от полностью всего рулонного газона. Возможно, сейчас что-то поменялось на рынке, противократовые сетки, с вот этой небольшой ячейкой они стали чуть дешевле, но когда мы, наверное, первый и последний раз положили эту кротовую сетку, это был, сейчас скажу, где-то, наверное, 17-й год, вот. Я тогда радовался, написал пост, типа, ребята, вообще все супер, вот, нашли решение. Просто заказчик звонит через три недели, говорит, этот ублюдок маленький, мать его, залез вот здесь у корневища, вот так вот прокопал в вагоне и просто все перепахал, и вылез там, где бордюр. И я такой, типа, а зачем мы вообще вот это делали? И заказчик такой, а зачем мы вообще это спонсировали? И после этого я понял, что, ну, реально смысла вообще никакого нету. Там сетка лежала буквально там на, по-моему, 7 сантиметрах. Мы тогда подсчитали, что, да, там нож хотя бы с корификатора, это там 3-4, она не должна там порезаться, ничего, но он просто залез и все перебарашил. Есть такое слово? Если нет, ландшафтный словарик. Перебарашил. Относится к кротам. Собственно, есть такой момент, как деревья, цветники и какие-то сопутствующие детали ландшафта, которые, собственно, нераздельно связаны с линией газона. Положить под цветники сетку, ну, просто нереально, бессмысленно и, к тому же, опасно для всех растений. Положить сетку под газон и ограничить цветник, ну, я не знаю, что туда нужно лист металла вкопать на ту глубину, на которой крот обитает. Я тоже сомневаюсь, что так делать. Когда работает противократовая сетка? Давайте выясним один такой главный факт, и уже все остальное само собой отпадет. Тогда, когда у вас нету никаких сопряжений газона с чем-либо. То есть, есть дорожка, 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 например, или там, не знаю, фундамент забора. И вот вы эту сетку прям положили, и там, я не знаю, на анкера, прианкерили к основаниям дорожек и фундамента. И вот все, крот туда не зайдет, крот оттуда не выйдет. Когда вы кладете сетку газона, а здесь, вот, например, там, я не знаю, новогоднее дерево, или там, я не знаю, что-нибудь там растет, или светильник подключен, и вот у него есть вот этот зазор, да, там на газоне, или, может быть, лючок автополива, к которому тоже подошли сетка и никак ничего не сделали. Он здесь зайдет, если ему очень надо, он очень хорошо все вам испортит. Поэтому лишние траты, лишние услуги, которые, в принципе, вообще никак не работают, по мне так, ну, почему-то пользуются этой популярностью, и очень много людей, типа, давайте делать. Мы против. Ровно так же я против любого геотекстиля в основании газона. Мы неоднократно встречали геотекстиль, и доводы строителей, которые клали туда геотекстиль, звучали именно таким образом, что это же от сорняков, типа, мы, короче, постелили, и, типа, вот это то, что там росло, оно не вырастет, короче, а то, что сверху, ну, насыпали, газон, во! Ну, к сожалению, так не работает. У нас 80-90% сорняков образуются методом сения. Там одуванчик, ветер подул, он прилетел, все, посеялся. Сеется так же и в цветнике. Сеется где угодно. Поэтому мы против геотекстиля в цветниках, но там, да, тема такая спорная, кстати, можно тоже посмотреть выпуск про цветники, мы там это обсуждали. Но на газоне, положив геотекстиль в основание, там, на 20, на 50 или на метре глубиной, вы просто делаете бомбу замедленного действия. Что с этим геотекстилем происходит? Он заиливается в определенный момент, через 2 года, 3, 5, 7 или 10, и у вас вдруг газон превратился в мох какой-то, и вода никуда не уходит, и вообще, почему так происходит? Все. Стало страшным, непонятным, а оказалось, что когда-то строили дом, строители сказали, давайте мы вам выровняем территорию, и как по старинке, по доброй автомобильной какой-то технологии, я не знаю, когда там трассы строили, положили геотекстиль, песочек, грунт, все, готово. Почему вы задаете вопрос, вот геотекстиль здесь заиливается, а в дренажных, например, канавах, в дренажных трубах, когда устраивается дренаж, и вот делается этот конверт с щебнем, не заиливается. Все просто. Здесь он в плоскости, этот геотекстиль, и, соответственно, все органические остатки, все заиливание происходит просто в плоскости, и нет никаких колебаний. А дренаж, он работает, он прогоняет воду, осадки, где-то там что-то, как-то все равно какие-то колебания, и вот эти боковые стенки, они, ну, если и заиливаются, то там через овер-овер, овер-овер, еще раз, да, замиксуем. Овер-овер, 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 через овер-овер десятки лет. Под конец этого выпуска хотелось бы сказать пару слов про уход. Собственно, тут еще на один выпуск бы собралось, но с него я начал, и мне и заканчивали. Газон. Это то пространство, та вообще культура и то покрытие, которое требует реально много внимания. Это постоянное внесение удобрений, если мы хотим равномерный газон. Это постоянная борьба с сорняками, которые как раз-таки сеются, если мы хотим, чтобы он был идеальным. Это правильно настроенный автополив, когда он поливает раз в три, а то и в четыре, а то и в пять, а может быть даже в семь дней, смотря как у вас сделано основание, смотря какой микроклимат участка, смотря какая освещенность и вообще какой сезон. Потому что сейчас в июле жара стоит адская, но, как вы видите, здесь газон не пересыхает, и он даже по кантикам нигде не желтеет, то есть все нормально. Несмотря на то, что здесь дорожки из клинкера темного, они нагреваются днем, корневая система у газона сформировалась за эти полтора-два года таким образом, что она имеет хороший запас прочности и не пересыхает при первом же солнечном луче. Если все правильно сделать, подготовить, спроектировать и в целом реализовать, а дальше правильно ухаживать, то газон это достаточно красивая, комфортная и универсальная площадь, где можно поиграть, где можно походить. Вы, наверное, часто видели табличку не ходить по газонам. На самом деле по газону нужно и можно ходить, просто это делать не однородным маршрутом, натаптывая какую-то тропинку, а вот развлекаясь, веселяясь, тусуясь и не забывая о том, что там нельзя какие-то предметы надолго оставлять, нельзя его копать, еще что-то. Но это на самом деле тот инструмент, для чего создается загородное пространство. Несмотря на это, у нас, конечно же, есть сады и в принципе сейчас тенденция малоуходных пространств, где нет газона от слова совсем. Там есть цветники, есть какие-то маршруты, есть отсыпки. Это реально удобно, это реально имеет место быть, но не всегда это вяжется с концепцией, которую хотят заказчики и в принципе клиенты. Например, у себя в саду на даче, я максимально ограничивал газон, это будет буквально 20 или 25 квадратов, чисто прямоугольник, чтобы удобно было покосить, чтобы удобно было обслужить, чтобы дети могли поиграть. Но больших пространств с газоном лично я у себя не предполагаю, потому что это все-таки дополнительное внимание. Какое у вас будет пространство, решать только вам. А мы лишь можем помочь реализовать ваши идеи в реальность. Поэтому будьте добры, если вам нужен качественный, мощный сад, который останется спустя многие года и лета актуальным, приятным и полезным, обращайтесь, ссылочка у нас в описании. И я никогда этого не говорил, но скажу сейчас, подписывайтесь на канал, будьте добры, пока YouTube не заблокируют. А если что, я есть ВК, я есть ВК, и там тоже можно будет когда-то, наверное, спустя год смотреть эти видео. Они не потеряют актуальность. Просто мы туда старые, пока выгружаем, потом будут новые. Короче, до скорых встреч, друзья. До новых встреч, друзья.